Так а почему Rust? В данном ролике я расскажу 5 причин, почему стоит изучать язык программирования Rust. Продуманный подход к языку программирования. Rust считается молодым языком программирования. Его первая версия вышла в 2015 году. Но к тому моменту он уже разрабатывался более 10 лет. В 2006 году энтузиаст Грейден Хор начал разрабатывать язык Rust, когда работал в компании Mozilla. Mozilla обратила внимание на язык в 2009 году и начала официально спонсировать проект. Официальная версия вышла в 2015 году и с того момента обновления выходят каждые 6 недель. Rust уделяет большое внимание безопасности и надежности кода, пытается предотвратить ошибки еще на этапе компиляции. Стремление языка Rust к неизменяемости очень улучшает читабельность кода и предсказуемость. Мир становится быстрее, многозадачнее. Язык Rust просто создан для наших реалий. Технология из прошлого, которая пришла спасти будущее от самого себя. Эти слова сказал Грейден Хор, разработчик языка. Слова показывают то, что язык Rust не является революционным, имеющий много передовых технологий. Язык Rust просто включает в себя множество уже работающих методов из старых языков, в том числе и C++, повышая их безопасность. Rust с английского переводится как «ржавчина». Язык программирования получил свое название от грибов семейства ржавчина, поскольку те не имеют единой точки отказа и являются распределенными организмами. Грейден Хор решил, что это отличное название для языкопрограммирования, которое делает акцент на безопасность и производительность приложения. Когда Грейден Хор занимался разработкой языка Rust, он установил несколько правил, и основной упор был на семантике языка. По его словам, синтаксис языка – это дело второстепенное, поэтому в первой версии языка Rust были очень короткие слова, до пяти символов, такие как «лог», «рэд», «фн». Кроме ускорения работы за счет распараллеливания, язык Rust помог улучшить безопасность браузера Firefox, который в тот момент был написан на языке C++ и содержал 4,5 миллиона струк-кодов. Плюсы – это точный язык программирования, и они требуют от разработчиков высокой квалификации и внимательности. Ошибки, которые допускаются программистами на языке C++, приводят к очень серьезным проблемам. Задача языка Rust стала снизить влияние человеческого фактора с помощью очень умного компилятора. Спустя время разработчик Грейден Хор занялся своими другими проектами, и вот совсем недавно, в 2021 году, пять компаний – Amazon, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla – объявили о создании Rust Foundation. Это событие показало нам, что сейчас язык Rust поддерживается очень крупными компаниями. Он пришел к нам надолго. Вторая причина, по которой хочется изучать язык программирования Rust – это сообщество. Сообщество, которому хочется присоединиться. Сообщество у языка очень клевое, отзывчивое, доброжелательное. Вы посмотрите на себя, посмотрите на меня. Ну ладно, все о нас. Язык Rust шестой год подряд получает статус любимого языка программирования на форуме Stack Overflow. Третья причина, по которой меня привлекает язык программирования Rust – это высокий порог входа, горизонт возможностей и перспектива. Язык Rust для терпеливых. Чтобы хоть что-то написать на языке, придется приложить немало усилий, чтобы освоить концепции владения, заимствования, работу с памятью, так как данные концепции пронизывают каждую строчку кода, написанную на языке. Просто освоить синтексис и конструкции языка будет недостаточно. Необходима перестройка мышления. По моему мнению, язык Rust никогда не будет языком, которым учат детей в школе. Разработка с использованием языка Rust через несколько лет станет еще более востребованным, а в отдельной перспективе и вовсе потеснит текущих лидеров. Сейчас изучение языка Rust – это как купить биткоин по 150 долларов. Четвертая причина – это документация. Она написана замечательно на английском и русском языке. Один из резидентов Hacker News отметил, что главным достоинством языка является простота и прозрачность документации. Другие пользователи также отмечали доброжелательное сообщество, которое готово помочь с изучением особенностей языка. Один из пользователей форума Reddit отметил, что программирование на Rust – это как паркур со страховкой, с защитой. Да, это выглядит странно, но можно выполнять любые трюки, не боясь что-то сломать. Пятая причина – это универсальность языка. На языке Rust можно писать что угодно. Rust подходит под решение различных задач. Разработки операционных систем, программ общего назначения, веб-серверов и клиентов, системы мониторинга серверов, разработки инфраструктур, приложений для мониторинга систем, блокчейн-сетей, игровых и браузерных движков. На языке Rust уже есть успешные проекты, такие как Redux, Unix-подобная операционная система, которая базируется на микроядре. Основная часть ПО для этой ОС также написана на Rust. Серво – браузерный движок с поддержкой многопоточности. И система микровиртуализации, созданная преимущественно под серверлесс окружение Firecracker. Rust активно применяется в блокчейн-разработке, системы на базе распределенного реестра должны быстро обрабатывать запросы внутри сети при минимальных нагрузках на устройство. Инструментарий C++ отлично с этим справился и на плюсах работают блокчейны Bitcoin и Ethereum. А посему разработка инфраструктуры с использованием языка Rust выглядит еще более эффективной. Rust для веб-приложений. Уже сейчас Rust может использоваться для полноценных веб-проектов. Инструментарий языка Rust позволяет создавать бэкэнд и фронт-энд приложения. Вот успешные проекты, использующие язык Rust. Trapbox – облачное решение. OpenDNS – веб-сервер, позволяющий использовать общедоступные DNS-сервера. Coursera – образовательный портал, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета. Машинное обучение. Нейросети на языке Rust являются интересной перспективой. Быстрая работа, низкоуровневый контроль памяти, высокоуровневые абстракции – все это поможет быть более востребованным в разработке нейросетей. Но пока машинное обучение на данном языке является лишь экспериментом. В экосистеме Rust не хватает готовых, проверенных и надежных библиотек для машинного обучения, которые бы не уступали аналогам на языке Python. В целом, сегодня более сотни компаний используют Rust в своих продуктах. Полный список компаний можно найти на официальном сайте rust.lang.org. Каждый день количество компаний только увеличивается. и этому рады разработчики на языке Rust. Оставьте свое мнение в комментарии, насколько убедительны для вас эти пять причин, которые я поведал в этом видео. Поделитесь видео с друзьями, чтобы они тоже знали, насколько перспективен и востребован сейчас язык Rust. С вами был Никита. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok